МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По мнению социологов, любимая пора года. Большинство людей это все-таки лето. Отдых, солнце, море, речка недалеко от дачного участка. Это все непосредственная составляющая того самого лета. Кстати, сами социологи доказали, что не все то, что приносит радость, абсолютно безопасно. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня главной темой нашей программы, как вы догадались, будет предстоящее лето, а также некоторое его положительное и отрицательное влияние на наше здоровье. Оказывается, кожа такой же полноправный орган человеческого тела, как сердце, печень или легкие. Скажем больше, кожа – самый крупный орган нашего тела. Средняя площадь ее поверхности составляет от полутора до двух квадратных метров. На разных участках тела кожа имеет разную толщину и чувствительность. Самая толстая кожа на ступнях и ладонях, самая тонкая на веках. При этом чувствительность кожи не находится в прямой зависимости от толщины. Так, на пальцах и ладонях кожа, хотя и достаточно толстая, может чувствовать давление до 20 мг, что соответствует среднему весу мухи. Главные функции кожи – это защита и терморегуляция. А при помощи рецепторов в ней мы имеем возможность чувствовать мир. Мы одеты в кожу всю жизнь, но не знаем о ней многого интересного. Например, человеческая кожа постоянно обновляется. Этот процесс называется регенерация. Происходит это так. Новые клетки кожи образуются в зародышевом слое эпидермиса. На протяжении примерно 28-30 дней они двигаются к поверхности и теряют при этом клеточное ядро. На поверхности они при помощи содержащегося в них кератина образуют роговой слой кожи, который постепенно отшелушивается при мытье либо соприкосновении с одеждой. Таким образом, та кожа, которую мы считаем своей, полностью обновляется раз в месяц. Сегодня о пользе и вреде ультрафиолетовых лучей мы будем говорить со старшим преподавателем кафедры поликлинической терапии и общей врачебной практики, врачом-дерматовенерологом высшей квалификационной категории Ларисой Александровной Порошиной. Здравствуйте. А помогать нам будут двое студентов Гомельского медицинского университета. Это Дарья Стрекачева и Владислав Волчек. Здравствуйте, ребята. Традиционно мы нашу передачу начинаем с вопроса для вас, ребята. Пожалуйста, внимание на экран. Многие знают историю золотого мальчика. В 1496 году в замке миланского герцога Людовика Моро состоялся праздник, на котором в качестве символа грядущего золотого века перед зрителями пристал покрашенный золотой краской обнаженный сын пекаря. А вот что случилось с этим мальчиком дальше и почему? Это произошло. Это вопрос для вас. Ребята, вопрос для вас прозвучал. У вас есть время немножко подумать, покопаться в истории. А мы пока начнем наш разговор. Впереди лето. Жители нашего города с удовольствием открывают большинство частей своего тела ультрафиолетовым лучам, мотивируя это о том, что это полезно. Действительно ли это так? Конечно, все ждут лета и все очень рады солнечному облучению, ультрафиолету в том числе. Но вместе с видимым спектром мы получаем еще ультрафиолетовое облучение, которое невидимо нашим глазам, потому что длина волны находится в зоне менее, чем воспринимает наш глаз. Вообще ультрафиолет делится на три спектра. Это ультрафиолет А с самой большой длиной волны, которая хорошо пропускает нашу атмосферу, и он проникает до поверхности Земли в большом количестве, до 95%. Ультрафиолет В, который проникает в меньшей степени за счет того, что задерживается атмосферой, и его до 5% получает наше тело. И еще существует ультрафиолет С, который полностью задерживается атмосферой, и мы его не получаем от Солнца. Что касается ультрафиолета. Я не согласна, что ультрафиолет – это однозначное зло, как пишут в многих сайтах, потому что все мы видим, что когда приходит весна, когда мы видим больше Солнца, у нас поднимается настроение, мы чувствовать себя становимся лучше. Но вместе с тем вредно не само Солнце, не сам ультрафиолет, а доза, которую мы получаем. То есть природой предусмотрено то, что мы получаем ультрафиолет, но мы его получаем столько, сколько необходимо в нашей зоне. Учитывая особенности нашей занятости, Целую неделю мы находимся в офисе или где-то в закрытом помещении, а потом выходные выходим на большое количество времени на улицу, и где получаем недозированное ультрафиолетовое облучение. Конечно же, наша кожа не привыкла к этому и получает его более, чем это необходимо, потому что наши факторы защиты не успевают срабатывать. Природа создана так, что ультрафиолетовое облучение после зимы получается дозировано. То есть с маленькой дозой, когда Солнце еще низко, и при этом ультрафиолета проникает меньше, до более высоких доз, когда Солнце находится уже в самом верху в июне. Но учитывая, что мы не находимся постоянно на улице и не получаем вот это ультрафиолетовое облучение, все в возрастающих дозах, получается так, что когда приходит пора отпуска, мы получаем ультрафиолетовое облучение сразу много на незащищенную кожу, и, конечно же, оно вызывает повреждающие действия на нашу кожу, на наши глаза, на нашу иммунную систему, потому что мы к нему не подготовились. Существует мнение о том, что ультрафиолетовое облучение приводит к преждевременному старению кожи. Действительно ли это так? Ведь очень много любителей загара и считают, что это очень красиво темная кожа. Ну а что с ней будет дальше? Конечно, красивой может быть темная кожа. Красота в понятии субъективное. Кому-то нравится светлая кожа, кому-то нравится темная кожа. Все вопрос в моде, в трендах современности. Что хочется сказать по поводу фотостарения? Да, это действительно так. Потому что большая часть ультрафиолета А проникает через эпидермис в кожу и повреждает наш коллаген, повреждает наши белки, способствует тому, чтобы уменьшалось количество воды в коже, и, соответственно, это в последующем ведет к фотостарению кожи. Мы можем посмотреть на людей, если мы посмотрим, которые постоянно работают на улице, и те люди, которые чаще работают в помещениях. В одном и том же возрасте кожа будет выглядеть совершенно по-другому. Поэтому, конечно, этот факт доказан и известно, что ультрафиолетовое облучение, оно приводит к преждевременному старению в том числе. А как выглядит это фотостарение кожи? Ну, фотостарение кожи начинается изначально с появления пигментации. В последующем кожа становится более плотной, она становится менее эластичной, появляются очаги атрофии, то есть она становится более дряблой, ну и, соответственно, подвержена, опять-таки, возникновению не только, как бы, дряблости, но и возникновению каких-то заболеваний, в том числе и онкологических. Лариса Александровна, чем ультрафиолет может быть опасен именно для жителей нашего региона? И, может быть, есть такие категории людей, для которых даже солнечный свет, вот это облучение, оно противопоказано? Наш регион, прежде всего, обусловлен тем, что мы находимся в средней европейской полосе, где не предусмотрено природой большое количество ультрафиолета для нас. Ультрафиолет действует на кожу в зависимости от фототипа кожи. Чем светлее кожа, тем меньше ультрафиолета она переносит, и тем больше ее нужно защищать. Наша европейская кожа вообще разделяется на четыре фототипа. Первый фототип – это люди с очень высокой чувствительностью к ультрафиолету. Как правило, это люди белого, с белым цветом волос, либо рыжие, со светлой белой кожей, с наличием веснушек. Эти люди очень быстро обгорают на солнце, и уже несколько минут на солнце приводят к появлению покраснения на коже, но и в последующем к ожогам. Загар у таких людей практически не формируется. Второй фототип кожи – это люди уже более темной кожи, но тоже очень плохо переносящие ультрафиолет. Это люди, как правило, светлого оттенка волос, светло-каштановые, белые волосы, это светло-карие, либо голубые глаза. И эти люди тоже плохо переносят солнце, и в течение получаса нахождения на солнце уже до 11 часов у них возникает покраснение ритема на коже. Третий фототип – это большинство людей, которые живут в Гомельской области, пожалуй, это люди с темными волосами, темными глазами. У них редко возникают ожоги, но все-таки они очень часто бывают. И четвертый фототип – это брюнеты с карими глазами, с темной кожей, они, как правило, быстро загорают, и у них очень-очень редко возникают солнечные ожоги. Так вот, для первого фототипа нахождение на солнце длительное время, даже не длительное время, противопоказано. И выходить на солнце таким людям не рекомендуется в период… Максимальной активности. Максимальной его активности, да, конечно. И таким людям, конечно, использовать защиту обязательно. Люди, и чем выше фототип, тем больше люди способны воспринимать солнечное излучение, и тем меньше повреждающие действия на этих людей оказывают солнце. Но даже люди с темным цветом кожи, которые не живут в нашем регионе, то есть это люди-африканцы, они тоже подвержены воздействию ультрафиолетового облучения, и фотостарение для них тоже характерно при воздействии ультрафиолета, потому как ультрафиолет А, он проникает глубже, чем эпидермис. Мария Александровна, еще известно, что многие лекарственные препараты, может быть, какие-то продукты повышают чувствительность человека к солнечным лучам? Конечно, есть прием определенных лекарственных препаратов, повышая чувствительность к ультрафиолету. Например, прием некоторых антибиотиков, таких как доксициклин, способствует тому, что ожоги возникают очень легко, и опять-таки даже у людей с темной кожей. Многие растения, например, всем известный борщевик, способны возникновению солнечных ожогов уже при минимальном воздействии солнечного облучения. То есть его потребление внутри? Нет, при контакте. То есть люди, которые ходят по высокой траве. Что хочу сказать, что у нас в Белоруссии с этим борются, и немного у нас борщевика, но он есть. В России, вот когда я ехала, там просто заросли этого борщевика. И после контакта с борщевиком, и после, ну, в теплую погоду, понятное дело, там небольшое количество ультрафиолетового облучения уже способно вызвать солнечные ожоги вплоть до формирования пузырей. Сейчас я предлагаю послушать ответы наших ребят о историческом факте с таким неблагоприятным исходом. Что же там произошло? Кто будет отвечать? Я буду отвечать. Да, пожалуйста, да. Но мне бы хотелось дополнить, что события происходили накануне Нового года. Все-таки это сыграло свою роль. И начался праздник, соответственно, но внезапно заболела жена герцога Моро. И мальчика все оставили в огромном холодном зале. Переночевал он там, и его обнаружила Леонардо да Винчи. Он забрал мальчика к себе, но мальчик прожил всего 4 дня и умер. На тот момент никто не понимал, из-за чего он умер. Но только в 19 веке немецкие ученые решили все-таки выяснить причину тех событий. И для этого они пригласили двух мужчин. Обоих покрыли краской, лаком и оставили одного на одни сутки, а другого на 8 суток. И было выявлено, что оба мужчины очень тяжело переносили холод. А механизм на самом деле прост. Сама краска, она раздражала кожу, вследствие чего происходило расширение сосудов, и тепло изнутри выходило наружу, то есть была теплоодача. Вследствие этого происходит переохлаждение самого организма. Соответственно, очень легко подхватить какую-либо инфекцию, будь то грипп, ОРЗ, ОРВИ или пневмония. Скорее всего, это была пневмония. Но есть другая версия. Это сама краска в то время, называется ОРИ-пигмент, являлась токсичным соединением. Это сульфид аммиака. Ну что ж, Нариса Александровна, мы можем что-то прокомментировать, добавить? Или, в общем-то, ответ, ребят, достаточно полный. Достаточно полный, ребята. Ответили, спасибо. Хорошо поработали. Это значит, что кожа должна дышать, да? То есть через поры происходит еще и потаотделение, да? Ну, конечно, одна из функций кожи – это дыхательная. Конечно, она на очень малом объеме относительно общего дыхания происходит. Имеется и выделительная функция, и резорптивная, то есть кожа способна всасывать вещества, которые находятся на ней. И, соответственно, нанесение каких-то токсических препаратов, токсических веществ на поверхность кожи, особенно если это большая поверхность, будет способствовать проникновению их внутрь и системную их действию. И если, конечно, токсин нанесен на большую поверхность кожи, он будет воздействовать и может быть ядом для всего организма. Ребята, для вас второй вопрос готов, поэтому внимание на экран. Итак, неумеренность приносит уред, и загара это касается не в последнюю очередь. В спектре ультрафиолетовых лучей есть длинноволновые и средневолновые. Первые, самые опасные, они разрушают коллаген, способствуют старению кожи, стимулируют меланин, вызывают раковые преобразования. Человечество придумало защиту и назвало ее тремя буквами С и Ф. Что означают эти буквы, кто изобретатель и какие исторические факты этому предшествовали? Все это вопросы для вас. Ребята, продолжайте свои размышления, ищите ответ на поставленный вопрос, а мы пока продолжим наш разговор. Иногда можно услышать такой термин, как аллергия на солнце. Что по этому поводу думает официальная медицина? Ну, аллергия, конечно, бывает на все, в том числе и на физические факторы, которыми является солнечное излечение. Солнечный дерматит или фотодерматит, он возникает не как ожог при большом количестве солнечного излучения. То есть это люди, у которых есть повышенная чувствительность к солнцу, и они, соответственно, начинаются уже, как правило, весной, когда выступает наше активное солнышко. Этим людям не обязательно долго находиться на солнце, достаточно несколько минут, и возникает на открытых участках кожи сыпь, которая проявляется в виде полиморфной сыпи, то есть разнообразной сыпи. То есть это может быть и покраснение, и папулы, узелки на коже, пузырьки на коже могут быть. Все это сопровождается выраженным зудом. Часто это первичная аллергия, которая может быть спровоцирована как врожденным состоянием, так и действием каких-то эндогенных факторов, которые ведут к возникновению аллергии. Зачастую аллергии могут запускать и фотосенсибилизаторы, о которых мы уже упоминали, которые повышают чувствительность к солнцу и способствуют возникновению вот этой аллергии на солнце. Эти людям очень тяжело летом, они вынуждены принимать какие-то лекарственные препараты, защищаться от солнца. Скажите, пожалуйста, как понять, что время пребывания на солнце уже истекает? Или уже наоборот мы это время перебрали? Ну, к сожалению, у нас нет никакой лакмусовой бумажки, которую можно приклеить к коже и определить, что все, уже пора идти домой. И, как правило, мы понимаем о том, что излишние получили солнце уже вечером, когда появляются солнечные ожоги, когда палит, когда красно, и, не дай бог, появляются пузыри. Но можно ли заподозрить какие-то покалывания, там, еще что-то? Субъективно, то есть какие-то покалывания, болезненность, как правило, не возникают. Когда появляется эритема, как правило, мы уже перебыли лишнего на солнце. То есть я считаю, что если мы увидели появление первой эритемы, то нужно закругляться с получением солнечных ванн, идти в тенек, закрывать свою кожу и лучше уходить из пляжа в таком случае. Зачастую пациенты и не видят, и не знают о том, что они уже получили излишнее солнечное излучение. Лучше всего это определять, какое количество времени можно проводить человеку на солнце, учитывая его фототип, то есть светлый это человек, темный это человек. Первый это раз вышел на солнце или последующий это выход на солнце. И уже изначально контролировать время пребывания на солнце таким образом, потому что четких критериев о том, что вот время конкретное закончилось, мы не почувствуем. Ну и последствия, как мы уже говорили об этом, могут быть от незначительного дискомфорта до выраженного ожога с пузырями, яркими проявлениями. Можно ли какими-то подручными средствами улучшить свое состояние, как-то облегчить после такого ожога? Ну, известно, там сметана, подсолнечное масло, холодный душ. Что все-таки, чем можно воспользоваться? Ну, скажем так, если кожа только красная, нет пузырей, нет эрозий, то можно воспользоваться и какими-то домашними средствами, потому что возникает это тогда, когда уже в аптеку идти невозможно, или уже все закрыто, понимаешь? Поэтому использование того же кефира, того же сметаны, оно будет охлаждать кожу и способствовать уменьшению чувства жжения и болезненности. То же самое можно говорить о каком-то холодном душе. Но, опять-таки, эти средства нельзя использовать, если формируются уже эрозии, ранки на коже, либо пузыри, потому что эти препараты могут содержать ту микрофлору, которая будет загрязнять поверхность эрозии и будет способствовать возникновению вторичной инфекции. В таком случае, конечно, лучше обратиться к врачу. Также существует всем известное средство пантенол, которое уменьшает субъективные ощущения, способствует заживлению. Но оно должно, конечно, быть под рукой. Если уже есть ожоги в виде пузырей, в виде эрозий, если это сопровождается общей симптоматикой, подъемом температуры, слабостью, недомоганием, в таком случае, конечно, лучше обращаться к врачу и получать специализированную помощь. А что современная медицина думает о соляриях? Современная медицина плохо относится, скажем так, к соляриям. Почему? Потому что, ну, в целом, ультрафиолет, он вреден для организма, и излишне его получать тоже не стоит. Но все равно все ходят с солярией, и все хотят выглядеть по зиме, там, с красивой кожей и так далее. Чем хорош в солярии, я скажу, что там будет дозированное ультрафиолетовое облучение, потому что нельзя пойти в солярий сразу там на 10 минут или сколько. То есть все, как бы, облучение в солярии, оно идет от маленького времени пребывания до возрастания. То есть это более-менее физиологично, потому что кожа успевает где-то защищаться от излишнего ультрафиолетового облучения, поэтому после солярия ожогов крайне редко возникает. Но опять-таки солярии – это преимущественно ультрафиолет, а ультрафиолет А – это фотостарение кожи впоследствии идущих. Мы это сразу не увидим, увидим это через несколько лет. Я предлагаю сейчас послушать ответ наших ребят. Ребята, что же это за такие магические три буквы, которые часто мы видим на кремах? Пожалуйста, кто отвечает? Я. Владислав, пожалуйста, да. Итак, развести не произвести небольшой экскурс в историю. Совсем недавно, сто лет назад, в моде был именно белый цвет кожи, кристально чистая кожа, светлая, белоснежная. Женщины носили широкополые шляпы и перчатки, и ходили под зонтиком, лишь бы не загорать. Но все изменилось в 20-м году прошлого века, когда Coco Chanel поехала на французский курорт, во время съемок загорела и вернулась домой. И показала всем, что такое загар, и почему это модно, и почему это красиво. С тех пор начался активный пик загара. До поры до времени, конечно же, пока врачи не начали бить тревогу. Поскольку мы с вами говорили о том, что существует фотостарение кожи, и риск развития онкологических заболеваний, именно из-за качественных, он увеличивался. Именно тогда, в 30-х годах, специалисты решили эту проблему каким-то образом снизить. Они изобрели крема, в состав которых входило два фактора защиты. Физический и химический. Назвали их тремя буквами. Аббревиатура SPF. Sun Protection Factor. Значит, про сам крем. В нем существуют два механизма защиты. Это физический и химический. Физически. Создается пленка, которая отражает поступающий из атмосферы ультрафиолет, спектра определенного. И он отражается. Так называемый эффект полного внутреннего отражения. И химический эффект. Когда те частички, которые находятся в этом креме, они адсорбируют на себя эту часть спектра. Таким образом, она в глубину не проходит. Не проходит не через эпидермис, а не проходит в дерму. Не нарушает там состав биохимический и белковые компоненты. Таким образом, существуют эти крема. Разные степени защиты от 2 до 52. Это базовая степень защиты. Защиты 50. Это санблок. То есть он фактически не пропускает ультрафиолетовый спектр. В случае, если вы женщина, и вы любите макияж, то существует косметическая линия, в которой уже включен компонент SPF. Таким образом, вы можете прекрасно выглядеть и защитить себя, и свою кожу, и быть здоровой и прекрасной. То есть это не только крем для загара от загара, но это еще и обычная косметология, тональные крема и так далее. Совершенно верно. Ну что ж, я думаю, что достаточно полный ответ был. Спасибо большое. Я благодарю вас всех за участие в нашей сегодняшней программе. У нас получился хороший продуктивный разговор. Но в конце мне хотелось бы, чтобы Лариса Александровна все-таки для наших телезрителей дала основные рекомендации, как, пребывая на солнце, получать от него максимально пользы и меньше вреда. Конечно, все мы любим полежать на солнышке, позагорать, понежиться, получить удовольствие. Но хотелось бы, чтобы после этого удовольствия у нас и дальше оставалась хорошая, здоровая кожа. Прежде всего, если вы планируете загорать, нужно к нему подготовиться. То есть некоторые рекомендуют прием витаминов-антиоксидантам, витаминов А, Е, С для того, чтобы уменьшить вот это повреждающее действие на солнце. Либо это можно восполнить пищевыми продуктами – орехами, зеленью, фруктами. В дальнейшем мы должны планировать, сколько же нам необходимо находиться на солнце в зависимости от нашего фототипа. Можно посмотреть таблицы, которые в интернете есть, где можно рассчитать в зависимости от солнечной активности, в зависимости от фототипа, сколько времени необходимо находиться на солнце. Хочу сказать, что когда мы едем отдыхать, и у нас есть ограниченное количество дней, мы пытаемся захватить все солнце, которое там есть. Но если мы обгорим в первый день, то у нас отдых закончится на второй. Поэтому лучше не хватать все солнце в первый день и растянуть это на все свои дни. И тогда мы можем получить удовольствие от этого солнца, не обгореть, чувствовать себя замечательно. Поэтому количество времени пребывания на солнце нужно увеличивать с минимального, начиная с 15 минут, и продолжать. Опять-таки, использовать солнцезащитные крема. Хочу обратить внимание, что солнцезащитные крема должны быть, во-первых, с нормальным сроком годности, во-вторых, они должны содержать сфактор защиты SPF-A и SPF-B, либо должно быть написано широкого спектра защиты. Я рекомендовала бы начинать с более высокого спектра защиты, и по мере того, как кожа накопит загар, свое собственное средство защиты, уменьшать это количество SPF. Должны обратить внимание, что когда купаемся, тоже в воду нужно идти с фотозащитным кремом, потому как долгое пребывание в воде, мы получаем ультрафиолет, который идет от нас сверху к нам, и ультрафиолет, который отражается от песка, от воды. То есть мы получаем большое количество ультрафиолета, и необходимо прежде всего защищаться, чтобы потом не было больно и мучительно за потерянные часы, дни, недели отдыха. Спасибо большое. Ребята, спасибо, Лариса Александровна, спасибо. Сегодня в гостях в программе «Тело человека» были старший преподаватель кафедры поликлинической терапии и общей врачебной практики, врач-дерматовенеролог Лариса Александровна Порошина. А помогали нам двое студентов Гомельского медицинского университета. Это Дарья Скрипачева и Владислав Волчик. До свидания и до новых встреч. Кто-то мудрый заметил, главное для нашего здоровья – это чтобы в числе его врагов не оказались мы сами. Поэтому берегите себя, не болейте. А если заболели, то обязательно лечитесь. И до новых встреч в программе «Тело человека». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова